Раз в году 17 ноября отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра Карачаева-Черкесии украшают фиолетовыми шарами. Врачи и медсестры в приятных хлопотах. В этот день здесь бывает многолюдно и весело. Гости их бывшие пациенты, те самые крошечные малыши, за жизнь которых ежесекундно боролись врачи, медсестры, санитарки, ну и, конечно же, сами малыши и их мамы. Елизавета – студентка шестого курса Карачаева-Черкесской медицинской академии. Параллельно с учебой работает медсестрой в детской реанимации и только устроившись на работу, Лиза узнала тайну. Более 20 лет назад она выжила благодаря усилиям своих нынешних коллег. Я очень благодарна врачам за то, что они выходили меня, помогли моей маме, мне. Когда я пришла сюда работать, я даже не знала, что родилась здесь, я не знала о своем весе. Мы после с мамой разговаривали, она сказала, что была здесь. Родилась килограмм 200 грамм, была маленькая, тяжелая. Видимо, судьба меня привела сюда. Теперь я помогаю таким же детям. Я вижу, как они борются за свою жизнь, как они стараются. Это очень интересно наблюдать за тем, как с маленькой крошечки потом вырастает большой ребеночек. Сегодня я смотрю, один мальчик здесь лежал в Биджеев. Он такой был маленький. Я первый раз пришла в августе сюда работать, устраивалась только. Он помещался просто на ладонь. Нам сказали его искупать. Мне было так страшно, честно. Сейчас я смотрю, он уже большой такой мальчик, красивенький вырос. Честно, очень рада за таких деток. Праздник акции «Анамни Фиолетова» для Елизаветы очень важен, потому что она знает, как важно быть неравнодушным, чтобы чье-то маленькое сердечко продолжало биться. На сегодняшний день в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных выхаживают даже малышей, которые весят меньше 500 граммов. И это повод для настоящей гордости. Конечно, детям, выписывающимся из этого отделения, предстоит еще долгий путь восстановления и развития. Но ведь сохранить жизнь – это самое главное. И с этим здесь успешно справляются. Лилия Абастанова, главный внештатный неонатолог Минздрава Карачаева-Черкесии, заведующая отделением новорожденных, стояла у истоков создания отделения как отдельной структуры. И с ее участием начиналась организация отделения реанимации новорожденных. Вот как она вспоминает это время. На тот момент уже у нас увеличилось количество преждевременных родов. И их с каждым годом все было больше и больше. Медицина на тот момент оставляла желать лучшего. И нас на курацию взял в Санкт-Петербургский государственный медицинский университет. И вот под их четким руководством и курацией мы начали организацию нашего отделения реанимации и интенсивной терапии. Очень тяжелыми, но очень грандиозными называют первые годы работы Лилия Бастанова. Врачам, медсестрам и остальному персоналу приходилось своими, в буквальном смысле слово, физическими силами организовать отделение детской реанимации. Медики обрабатывали очень большое количество информации, осваивали новые знания и навыки. И как у всех, кто делает свои первые шаги, у них были ошибки. Но вскоре стали видеть первые результаты своей работы и убедились – все не зря. Когда мы начинали, у нас отделение интенсивной терапии находилось в составе отделения новорожденных. Это было совершенно другое оборудование, это был совершенно другой состав. Это была очень большая нагрузка на средний медицинский персонал. И, соответственно, результаты были менее внушительные. С 2002 года у нас отделение реанимации и интенсивной терапии функционирует как отдельная штатная единица. Соответственно, она обеспечена и всеми штатными единицами, и врачами, и средним персоналом, и младшим медицинским персоналом. Соответственно, было получено очень много медицинского оборудования, необходимого для адекватного выхаживания недоношенных детей. И всех детей, рожденных в тяжелом состоянии. Сравнивать эти две ситуации невозможно, потому что, во-первых, и медицина не стоит на месте. Во-вторых, и мы растем, узнаем много, мы очень много ездим по базам обучающим. Соответственно, конечно, мы тоже умнеем, больше знаем, больше умеем. И нам действительно есть чем похвастаться, у нас очень хорошие результаты. И действительно, на сегодняшний день младенческая смертность, именно ранняя неонатальная смертность, в рамках общероссийских цифр. «Количество преждевременных родов не только не сокращается, но даже не стабилизируется», говорит Лилия Бастанова. Считает, что это не только медицинская, но и социальная проблема. «Но мы можем помочь детишкам выжить», считает доктор. Национальный проект здравоохранения позволил увеличить количество койком мест в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Сейчас их 24. Отделение оснащено необходимым для выживания недоношенных детей оборудованием. Это и современные дыхательные аппараты, и кювезы. Заменена система подачи кислорода и медицинских газов. Лучше оснащается отделение медикаментами. Алина Чегемлеева, медицинская сестра в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных, пришла работать 10 лет назад. Вспоминает, как ей хотелось плакать в первые дни, наблюдая за борьбой крохотного существа за свою жизнь. И, наверное, именно в этот момент она окончательно и осознала всю ответственность, которая на нее возлагалась, как только она переступила порог отделения детской реанимации. У нас дети кормятся через каждые три часа. Это обязательно. Есть, которые кормят мамочки сами, они приходят, сцеживаются, кормят своим молоком. А есть деточки, которые кормятся молочной смесью. Их мы сами, которые могут сами кушать, через бутылочку кормим и, естественно, через зонт. Мы каждый час измеряем им давление, сердцебиение, чистота дыхания, температуру обязательно. Также смена памперса, смена кювеза, смена контуров. Все, что касается детей, все делаем. Не отходим от них. Круглосуточно это наблюдение медсестер. Самая благодарность для нас, это когда наш вот этот труд оправдывается. Когда детки уже выписываются от нас. И вот это самое то, мы знаем, что весь наш труд, он уже оправдан. Вот это радость. Алина Чагимлиева рассказывает, что детки за время нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии становятся для них практически родными. И даже спустя многие годы после выписки врачи и медсестры часто вспоминают о своих малышах, интересуются их дальнейшей судьбой. Это особенные дети считают заведующие отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных, врач-анестезиолог, реаниматолог, врач высшей квалифационной категории Луиза Алакаева. И к ним нужно соответствующее, особенное отношение. Недоношенные дети, особенно дети, которые рождены весом меньше 1000 грамм, это называется экстремальная низкая масса тела. И ежегодно в мире раздается 15 миллионов недоношенных детей. Один миллион из 15, они погибают. И это колоссальная цифра. Остальные 14 миллионов – это дети, которые победили свои невзгоды, победили свое состояние, состояние незрелости. И это ежесекундная борьба, это ежечасно, ежесуточно. И потом, на самом деле, годами сохраняется состояние, когда нужно особо пристальное внимание родителей, мам. И, естественно, те же учреждения, в которые дальше идет ребенок, это детский сад, это школа. Хотелось бы, чтобы они понимали, что перед ними особенный ребенок. И, возможно, мы хотели бы, чтобы этому ребенку уделялось больше внимания. Когда старт разный у детей, и требования должны быть разные, и порция внимания, любви, она должна быть другой. Тут мы хотим говорить о том, что этим детям нужно давать больше. И мы видим колоссальные результаты этих детей. С целью привлечь внимание к проблеме невынашивания беременности в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за недоношными детьми был учрежден День недоношного ребенка. Сотрудники реанимации и интенсивной терапии новорожденных стараются в этот день честовать своих подопечных и их родителей. Назвали праздник очень неординарно, нам не Фиолетова. В этом году инициировала встречу заведующей отделением Луиза Лакаева. Идея беспрекословно была поддержана всем перинатальным центром. Более 40 семей, в которых воспитываются недоношенные дети, приняли участие в празднике акции. Врачи и медсестры помнят имена каждого ребенка и его мамы. Все пространство вмиг наполнилось счастьем и запахом цветов. Отовсюду звучали слова благодарности, сияли улыбки и глаза. Этот день с победителями, а эти дети именно победители, разделили представитель Министерства здравоохранения Карачаева-Черкесии и руководство перинатального центра. Каждому вручили почетную грамоту, на которой написано, что все, кто боролся за их жизнь, гордится ими и, конечно же, сладости и милый сувенир. Детишкам, которые здесь находятся, я пожелаю, чтобы они помнили, сколько труда родители вложили в вас. И каждое мое при рождении ребенка, неважно, доношенный он, недоношенный, он вызывает определенные надежды на этого ребенка. Мне очень хочется, чтобы все дети, которые находятся здесь, которые по каким-то причинам не смогли присутствовать на этом празднике, смогли оправдать наши надежды. Нам действительно совсем не все равно. Я сейчас выглядела в окно и увидела супружескую пару, и у них на руках два розовых кулечка. И так поняла, что это две недоношенные девочки, которые сегодня пришли к нам в гости. На сегодняшний день в перинатальном центре прошло уже около трех тысяч родов. И из них 200 деток родилось недоношенным. Причем 20 детей родилось с массой меньше тысячи граммов. Это экстремально недоношенные дети. Эти дети, за жизнь и здоровье которых, бьемся не только мы, поверьте, всей душой, искренне хотим, чтобы они выжили, чтобы они не болели, чтобы они выросли здоровыми, счастливыми людьми. И вместе с ними и вместе с нами эту борьбу ведете вы, мамы и бабы, дедушки и бабушки наших деток, которым так тяжело даются первые шаги по жизни. Огромный вам поклон. Спасибо большое за то, что вы откликнулись, за то, что вы пришли, дали нам счастье увидеть ваших, наших детей. Тем самым розовыми свертками, которые упомянула главврач переназального центра Евгения Пономарева сегодня уже год, а зовут их Лиза и Луиза. Их родители, читач Умаевых, Альфия и Расу, благодарят врачей, медсестер, санитарок и всех-всех, кто был рядом в самые тяжелые для них моменты, за счастье прижать к груди самое дорогое – детей, за счастье услышать мама и папа. Родились мы 27-12-22 года. Вес у нас был 950-970. Для нас, конечно, это было очень шок, что мы так рано родились, на 29-й неделе. Вот. Ну вот, как видите, мы все-таки все прошли. У нас все хорошо, слава Богу. Аллах, айтыб, дальше у нас тоже все будет хорошо. Просто вот не описать, как я себя чувствую, так как вот каждый день все новое и новое и новое. И вот, аж не верится, что я папа двоих детей. Просто чувств не могу описать. Например, я вот с работы прихожу, например, Лиза уже встречает меня, бежит ко мне. Например, утром Луиза, папа, папа, кричит. Уже начали почистить, разговаривать. Таких слов благодарности в этот день звучало сотни. Произносились они детскими устами, говорили их взрослые. И это самая большая благодарность за наш труд, признается заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Луиза Алакаева. И эти слезы, эти объятия, эти эмоции, слова – это самая большая победа. Это потому что огромная победа самого ребенка, не побоюсь сказать этих слов, в борьбе за жизнь. И понятно, победа родителей этого ребенка и победа нашего персонала. Победа персонала Республиканского перинатального центра. Это конкретно именно касаемо наших детей, наших пациентов. И я сегодня безумно рада видеть пациентов отделения реанимации новорожденных. Мы видим весь возрастной контингент. Кому-то 30 лет уже, на самом деле, кому-то еще 6 месяцев. И мы, глядя на них, мы понимаем, что победа, она вот есть. И эти дети победили. Они победили обстоятельства, в которых были рождены. Они победили невзгоды. И они достаточно успешны. И они победили.